Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова Янна и мы находимся в магазине Светофор. Это Коммунар, станционная 34. Посмотрим, какие новиночки приехали сюда. Не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте, в Телеграме, ВКонтакте особенно, потому что там я выкладываю сравнение цен Светофора с другими магазинами, маркетплейсами. И часто эти сравнения бывают однозначно в пользу низкоценовых магазинов, таких как Светофор. Вот, например, из последних новинок стиральный порошок-концентрат Бронкс 5 кг, 465 рублей белорусского производства. И что хочу сказать, он продается и на маркетплейсах, на Озоне, на Яндекс.Маркете. И там он идет дороже, значительно дороже, поэтому в Светофоре его брать выгодно и вроде бы его хвалили. Капсулы Биолан Калор есть в наличии, 35 штук, 290 рублей. А также вот эти стиральные капсулы для стирки, Ланека, они называются, 188 рублей, 30 штук более-менее понравились потребителям. И сейчас, конечно, лето, у кого есть дети, у меня стирки очень много, гораздо больше, чем в другие сезоны. Просто каждый день я что-то стираю, потому что одежда быстро пачкается. В общем, есть вот такие капсулы. И еще нравится вот этот стиральный порошок Сакура, 299 рублей, здесь 1 килограмм 300 грамм. Вообще средства для стирки есть сейчас. Кстати, вот такие еще капсулы для стирки, 3 в 1, 277, 48, 30 штук, но их как-то слабовато разбирают. Капсулы китайского производства. На самом деле, мне кажется, и здесь, и здесь вот примерно одинаковые капсулы. В наличии вот такая белизна хлорная в таблетках 80 штук, Русь Хлор 211, 63. Возможно, кому-то нужно отбеливать что-то именно. Расскажите нам отзывы на эту белизну. На стирке каждый раз показываю вот этот гель неплохо берут, и вроде бы отзывы тоже неплохие. Есть и другие средства, но вот самое такое популярное. Вот к этому порошку точно надо присмотреться. В наличии вот этот гель для стирки Идеал 3 литра 206, 64 цена. Простите внимание на вот эти футболки. Еще раз я их покажу. Посмотрите, сколько осталось. Разбирает народ футболки 143 рубля. Я купила на Пулковском шоссе вот такую футболочку. Очень неплохо смотрится. 143 рубля на даче. То, что доктор прописал. Я еще раз каждый раз показываю. Неплохие футболки за эту цену. Постирал, не жалко их испачкать. Кстати, 44 размер, вот такую голубую, я приобрела. Хорошо смотрится, повторюсь. Но она прям маломерка. Наверное, размер 40-42. То есть, минус 1-2 размера убавляйте. Брючки Палаца тоже еще раз покажу. Я дочке сейчас в селе купила очень похожие брюки. Тоже из полиэстера. И там мне стоили больше 1000 рублей. Полторы, по-моему. Вот эти приятные на ощупь. Такая расцветка симпатичная. Есть далеко не везде, не во всех светофорах. Посмотрите. Вот такая или даже цвет капучина. Они легенькие. Сейчас в Питере жара. 505 рублей. Вот. По такой цене точно нигде брючки не найдешь. И они тоже маломерки. Носки еще раз тоже покажу. А такая же ситуация, как с колготками у меня и с носками. Летят носки. Каждый день новая пара. 142 рубля. Цена за 5 пар. Это вот эти носочки. И 114 рублей. 3 пары, по-моему. Вот такие носки. Особенно серые хорошо сейчас идут. Потому что любые белые носки через час носки становятся серыми. В общем, присмотритесь. Они, конечно, не самые качественные. Здесь много полиэстера. Но все равно мы стираем каждый день. Не жалко такие будет выбросить. Вот даже из какие расцветочки. Посмотрите, какие прям приятные. Прелесть. Под сандалии одевают дети носки. И они становятся моментально черными. Комплект полотенец. Еще остался 45 на 63 штучки. В разных расцветках. Это Беларусь производит. Везде, где написано Беларусь, я уже как-то более-менее доверяю. Хочу вам еще раз показать вот эти тарелки Идиллия. 75 рублей 18 сантиметров. Эти тарелки у меня сейчас самые ходовые. Мы с мужем решили, естественно, диету под названием диета козла. Это я так называю. В общем, будем в июне есть одну сплошную зелень. То есть помидоры, огурцы и салаты. Зеленый лук. Вот такое вот. Сейчас абсолютно не хочется ничего сытного кушать. Я даже шашлык не хочу. У нас жарища 25-28 градусов. Вот в этой тарелке отлично готовить салаты. Окрошки. Удобно. Она большая, широкая. Легко перемешивать в ней. Ну и цена 75 рублей. Смотрится неплохо, симпатично. А за 142 рубля есть вот такие огромные салатники. У них объем 2 литра. Тоже удобно в таких салатниках. Большие порции готовить на всю семью. Кувшины тоже есть. Повторяюсь, пока не вижу никаких новинок особо. Значит, кувшин 1,7 литра с крышкой 158 рублей. Яркие крышки. Хорошо компотики какие-то готовить. Может быть, ягодные напитки и так далее. Кстати, еще есть в этой серии Идиллия такие десертные тарелочки. 19 сантиметров, 49, 76. Я такие тарелки не люблю. Потому что у меня всегда порции, да, как бы вот. Я не знаю, подо что это использовать. То есть, под тортики, может быть, что-то выложить. Мне нравятся большие тарелки. Кухонный гарнитур здесь в наличии. 10 602 рубля. 2,2 метра. Вот. Но немного осталось. Если нужен такой гарнитур, приезжайте. Вижу, что привезли вот такие батончики. Супер. С мугой и мягкой карамелью. 5 батончиков здесь в комплекте. Каждый батончик получается по 40 грамм. 5 штук всего от КДВ групп. Это свежая поставка. Ценника пока нет. Скажите, хочется вам сейчас летом есть какие-то сладости? 85 рублей. Мне даже вот до смешного. Я вчера мимо вкусные точки проходила. Так я люблю иногда там перекусить. Вот. А так у меня даже организм не просится ни гамбургеров, ни кока-колы. Вот сейчас откровенно организм просит всяких салатов и много зелени. Сушка простая. Приехала от Ворского пекаря. 40 рублей за 500 грамм. Еще есть такие шоколадные батончики. Спринт. Называется. 5 батончиков по 50 грамм. 67 рублей. Просто у салатиков вот эти еще большие наборы салатников. 3 штуки. Каждый салатник 4 литра. Кто-то сказал, что это тазики. Но по текущей ситуации вполне себе. Салатник 188 рублей. Цена осталась немного. И еще из выгодных покупок не забывайте подписываться на мою группу в социальных сетях, особенно ВКонтакте. Там я привожу сравнение цен с другими сетями, с другими маркетплейсами. В общем, вот этот вот на роликах ящик очень выгодно брать в светофоре, а не на зоне Wildberries и так далее. 190 рублей стоит он здесь. А на Wildberries, по-моему, то ли 360, то ли... по 600 рублей эти ящики. В общем, перекупщики наверняка покупают их в светофоре. Вот новый ящик. Привезли с яркими крышками розовый и зеленый. И, конечно же, нет цены пока. Видимо, поставка совсем свежая. Этих ящиков я постараюсь найти цену. Фан-бокс 21 литр. Пластик пищевой, пластик прозрачный. Два варианта крышек. Соответственно, зелененькая и розовая. Из мебели еще есть пенал LDSP. Его я показывала. Очень хорошо покупают мебель и поистеклянников на даче. Слушайте, я увидела вот эти кашпо в белом цвете. И я их сегодня, пожалуй, возьму. Муж меня, конечно, будет ругать. В белом цвете они приезжают крайне редко. Классные кашпо. 11 литров объем. Плотный пластик. Продаются с поддоном. Вот поддончики. Цену обязательно укажу. Приезжайте. По такой цене, по-моему, 211 рублей не стоит. По такой цене вы нигде кашпо не найдете. Очень красивый, плотный и прослужит не один год. Супер удобрение органическое. Называется Бодрый конь. Объем 18 литров. 157,74. Это стопроцентная органика конско-царская. 5 звезд. И опять же, это очень выгодная цена. На маркетплейсах вот именно этот Бодрый конь стоит гораздо дороже. Как-то его завозили, значит, в доброцены. И буквально за один этого Бодрого коня, за один день его разобрали. Так что вот, судя по тому, как и здесь его покупают, приезжайте, покупайте. Классное удобрение. Это уже перепревший конский навоз. Как я и говорила, лучше, чем конский навоз вообще, я считаю, что удобрение не придумали. Это стопроцентная органика. И о растении вам точно скажут спасибо. Конечно же, уголь древесный для розжига. Это новый уголь. Привезли 2,5 килограмма. 20 литров. 142 рубля. Тоже отличный уголь привозит светофор. Вот зачем стоит приехать светофор? Вот хотя бы даже ради Бодрого коня, угля и каких-то таких вот похожих расходных вещей. Часто слышу фуканье-фыканье насчет светофоров. Реально, если вы посравниваете цены на некоторые товары, вы будете ошарашены. Я не говорю, что в светофоре все подряд надо покупать. Но вот, например, контейнеры, кашпо, грунт, навоз, вот этот конский добрый конь, какие-то кашпо подвесные. Это все очень выгодно брать в светофоре. Конфеты шоколадные ассортисты Sweet Life. Sweet Life Market называется. 236 рублей. Цена за 1 килограмм. Клюква осталась от Светлой Пасхи. Вкусная клюква съедается очень быстро. Кому-то попадаются уже тухленькие ягоды. 160 рублей за 300 грамм. Тоже цена по сравнению с другими маркетами гораздо выгоднее здесь брать. Кикер Яшкина классический. 350 грамм от КДВ Групп. 62 рубля. Соломка сладкая. 300 грамм от некого торгового дома. Это Дэ Мануйлов. Это Краснодарский край. Соломка, кстати, не тоненькая. Плотненькая. 37,65 цена. И печенье к чаю. Самое простое. 1 килограмм 108 рублей. Много вот таких вафлей с начинкой шоколад. 107,81. И, кстати, мне кажется, подвезли снова вот эти чокопай от Яшкина. 62,24. 6 таких печенюшек внутри на подарки. Возможно, на детские дни рождения. Есть наличие крекер Будь Здоров. 43 рубля за 430 грамм. Некоторые светофоры у нас в Ленинградской области, Санкт-Петербурге привезли сейчас Туи. И вот как раз они здесь. 596 рублей. Это высота Туи 50 сантиметров. Туя Микс, Смарагд и Брабант. Вот как их отличить, надо посмотреть. Была в садовом центре, который на Пулковском шоссе. Там тоже есть светофор. И мне подписчики писали, что за цены. Ну, действительно, во многих садовых центрах сейчас цены просто конские. Возможно, есть такая резон рассмотреть. Вот, например, это Туя Брабант. Вот как отличить, расскажите. Брабант от Смарагд. Туи, конечно, сухие-сухие. Вот их бы полить вообще неплохо, потому что ком земли аж вываливается из горшочка. Хорошая цена на кабачки, кстати, свежие. 1 килограмм 71,40. Я жду своих кабачков. Кабачки, кстати, выглядят очень хорошо здесь. Мясо есть в наличии. Сейчас цена, это свинина охлажденная на кости, 222 рубля. Ну, как всегда, туши, полутуши, отруб разруб. Мясо, кстати, привозят сейчас хаотично. Многие светофоры жалуются, что... Ну, во многих светофорах мне подписчики и покупатели жаловались, что редко стали мясо привозить. Ассорти мясо костное с плениной от Миратурга 177,64. Это цена за килограмм. Здесь в одной упаковке больше, чем 1 килограмм, практически 2. Новые макаронные изделия и новый производитель. Поспилихинская макаронная фабрика. Между прочим, 500 грамм. Цена 28,74. При том, что Борилла сейчас стоит 80 рублей за 450 грамм. Здесь цена 28,74 за 500 грамм. Прям белков здесь 12,5 грамм на 100 грамм продукта. Мука из твердых сортов пшеницы. И за такую-то цену. И вот макаронные изделия знатные. Здесь разные варианты. Есть вот такие завитки. И вот такие ракушки они, по-моему, называются. Здесь уже цена 35 рублей. Но и количество белков здесь 12 грамм. А там 12,5 грамм на 100 грамм продукта. Цена здесь 35 рублей. Еще один вариант знатных. Они все идут по 450 грамм. И цена одинаковая. Вот кого сейчас тянет на тортики. Меня совсем не тянет, если честно. 86 рублей. Корже сдобные ванильные 400 грамм. Ша быстрого приготовления 58 рублей 55 копеек за 136 грамм. Такую лапшу ее нужно варить. То есть она не просто заваривается, а проваривается 5 минут. Я недавно купила в фамилии известную лапшу. Такая с курицей. Она маленький цыпленок изображен. Сырную. Сколько же там кладут острого перца. Вот если там внутри есть пакетик с острым перцем, подумайте. Нужно ли вам его внутрь класть. Потому что для русского человека, ну это прям конкретный перебор. Такая пастила. Неглазированная грация. 1 килограмм 195 рублей. От компании Твердый знак. Еще вот такие звездочки. 48 рублей за 900 грамм. Течение песочное домашнее. С начинкой 1 килограмм 147 рублей. Смотрите, практически постоянно сейчас, как я приезжаю, есть вот этот лаваш. Тонкий, вкусный просто. Он действительно вкусный. 360 грамм за 50 рублей 30 копеек. Мне нравится этот лаваш. Он такой хрустящий, когда его поджариваешь. И смотрите. Рыбная консерва новая. Я уже не раз говорила, что сейчас во многих светофорах прям какой-то дефицит рыбных консервов. Тем более по такой цене. 55 рублей. Это скумбрия. Дальневосточная. Натуральная. С добавлением масла. Значит, здесь 250 грамм. И цена 55 рублей. Это Смоленская область производит. Даже если внутри не очень какие-то куски хорошие скумбрии, все равно ценность рыбы очень высокая. Вот если вы к зеленым салатам добавите грамм 50 вот такой скумбрии, вы практически процентов на 50 закроете свою потребность во всяких витаминах и микроэлементах. В общем, я сегодня пару, не знаю, банки 3-4 возьму. До конца можно даже вот эту селедку взять. Она тоже очень ценная рыба. 240 грамм. 41,61 грамм. Тоже добавляете в салат и получаете просто порцию бомбических витаминов. Если особенно туда добавить еще какие-то орешки, зеленый лук, да, грамм 40, побольше помидоры, огурцы, будет бомба. Еще один вариант. Это сардина натуральная с добавлением масла. Ивасин натуральная, тихоокеанская, 68 рублей за 240 грамм. Вообще еще по дип, поищи сейчас консервы, которые меньше 100 рублей стоят. Это очень выгодно. Особенно скумбрия за 55 рублей. Я прям возьму. Еще один вариант скумбрии. 67 рублей за 250 грамм. Рост реестр. Осталось немного здесь упаковок. 36 месяцев с датой изготовления. А изготовлена она в 2021 году. 36 месяцев, то есть плюс 3 года. До 17.06. Вот ее надо быстренько съедать, насколько я понимаю. Далеко не во всех светофорах. Сейчас есть вот этот горчичный соус. Очень вкусно. Я тоже возьму. 260 грамм. Его тоже в салаты можно добавлять. Он такой пикантность добавляет. Пикантность и аромат. 260 грамм. Цену постараюсь указать. Вот эта новинка. Свекла столовая, маринованная, нарезанная. МПК Салют 500 грамм 56, 47. Цвет свеклы хороший. Смотрим. Свекла столовая, маринад, вода, соль, сахар и уксусная кислота. Ну, состав супер. Сейчас жарища, холодники. Это вот то, что доктор прописал. Гречневая с говядиной от компании Мяснов. 48 рублей за 340 грамм. Квас классический. В наличии тоже не везде его завозят. Во всех светофорах разные квасы. Вот здесь такой классический. 61,38 за 2 литра. Огромная поставка кваса. Желтая бочка. Обратите внимание. 128,92 за 3,5 литра. Хороший, нормальный квас. Для окружки прекрасно подходит. Насколько, конечно, у него состав там приемлемый. Но, в конце концов, да. Иногда можно. Просто покажу, сколько сейчас привезли кваса. Вкусно свежая по цене 34,51. Капусткой, кстати, спокойно можно заменять салаты. Салатные листы. Она дает вот эту зеленую массу. Вообще, всем рекомендую тоже сейчас, в июне месяце, когда жара, почистить свой организм. Конечно, много листочков придется снять. Но и цена отличная. Пеларгония 406 рублей. Видите, как она уже выглядит. За ней тут не особо ухаживают. Но, если бы сделали акцию на нее, если честно, разобрали бы в лед. Все, что нужно для того, чтобы оживить Пеларгонию. Ее обрезать, хорошенько пролить, прокормить удобрением. Ее можно практически под ноль срезать. И она снова пойдет в рост. Мы с вами в садовом центре Пеларгонии увидели. Там она стоила 700 рублей. Здесь 406. Согласитесь, выгодно. Если салатики любите готовить, добавьте туда ядра грецкого ореха. Можно их потолочь или мелко порезать. Хорошая здесь цена очень. На ядра грецкого ореха 500 грамм 247 рублей. Вообще, в последнее время орешки тоже редко стали завозить. Потому что на орехи цена очень дорого. И, кстати, в ближайшее время выпущу еще ролик из магазина Маяк. Там привезли семена тыквы. Семечки тыквы по очень хорошей цене. В семечках тыквы, напомню, в 100 граммах, по-моему, дневная норма цинка. Да, дневная норма цинка. И в Питере у нас практически у каждого 100% дефицит цинка. Так что тыквенные семечки всем рекомендуется кушать. Пока все мы сидим на такой очищающей диете. Можно покушать вот такие хлебцы хрустящие, 100% ржаные. 100 грамм Елизавета. Их очень хвалят. 33,93 цена. Вот тоже. Курага 1 килограмм. 211,59 для сердечников. У нас у некоторых знакомых, у мужчин в возрасте около 50 лет. Сейчас глобальные проблемы с сердцем. Не нервничайте, уважаемые мужчины. Кушайте курагу 211,59 за 1 килограмм. Также орешки кешью, пожалуйста, 500 грамм, 336 рублей. Тоже в салатик, значит, взяли зеленые листочки или вон капустку. Туда вот такие вот орешки мелко покрошили с грецкими на пару. И будет вам счастье. В магазине на Пулковском шоссе сейчас есть семечки необжаренные. Их очень хорошо разбирают для того, чтобы подкармливать птичек. А здесь вот такие солнечные урожаи. 500 грамм 61 рубль. Мне сказали, птичек такими кормить не стоит. Паутинка вяленая лосось лещ судак. 200 грамм 145 рублей. Сейчас огромное количество напитков. Помимо кваса из последних новинок. Вот такой энергетический напиток Байкал Natural Energy от Черноголовки. 50 рублей 30 копеек. Но когда берете вот такие напитки, ребята, вот просто возьмите вот так баночку, да. Берем и зачитываем состав. На первом месте вода, на втором месте сахар. Регулятор кислотности, краситель сахарный колер, кофеин натуральный. Вот зачем вашему сердцу излишний кофеин. Берем один напиток новый, называется артуиз. Фруктовый сок вишневый. Значит, кто его производит? Во-первых, по объему здесь 1 литр. И производит его Ленинградская область. Восстановленный вишневый сок в стеклянной банке. Но цены я не вижу, постараюсь найти. Мультифрукты яблоко, это напиток голд, 52 рубля за 950 миллилитров. Еще один вид напитка, это напиток гранатовый маршал, 1 литр, 50 рублей 25 копеек. Эко сейчас стоит палец вот таким черным чаем. Это чай черный байховый, это она эко, крупный листовой. Вот такой вот, здесь 200 грамм, если цену найду, укажу. Актуальный сейчас товар, это вентилятор, конечно, напольный. И хочу сказать, не везде он и есть. На самом деле, в шарах, по-моему, закончился. 1218 рублей 90 копеек. И вот как раз палец с этими вентиляторами здесь есть. Ну, судя по тому, что их все-таки разбирают, вентилятор недорогой. Свои деньги он оправдывает, по крайней мере. В каком-то светофорах показывала вот этот набор. 6 машинок и карта движения. 248 рублей китайского производства. Тоже так на дачу купить для ребенка. Далее здесь и смесители для кухни. Тоже не везде они есть. 700 рублей 60 копеек. 45 сантиметров излив. Однорычажные, разные отзывы. Кому-то нравятся они, кому-то не очень. В общем, диаметрально противоположные отзывы на такие смесители. Хозяйственная веревка в наличии, кстати, цветная. 150 метров. 131,75. Почему на нее обращаю внимание? Есть умелицы, кто из этих веревок плетет авоськи. Вот как-то они покупают вот этот шнур и плетут такие симпатичные летние сумочки. Вот для походов в магазины. Просто у витаминчиков тоже не во всех светофорах есть. Магний Форте Б6. 86 рублей цена за 50 штук. Произведен он в Китае. Иногда привозят витамины, которые у нас произведены на Мироле. Здесь в Ленинградской области. Вот здесь четко написано Китай. Кстати, в этом магазине есть еще алмазная мозаика по номерам. 40 на 50. Вообще, днем с огнем ее не сыщешь. На самом деле, на подарок, возможно, может быть, летними вечерами вам нечем заняться. 301 рубль. 40 на 50. И есть симпатичные варианты. Такие как раз вот навевающие мысли об отпуске. Всякие бабочки, жирафы. И тоже скажу, что они далеко вообще не везде есть. Ни в Шушарах, ни на Пулковском. Мы с вами не встречали. Посмотрите, сколько интересных дизайнов. По-моему, это, по-моему, Греция, Санторини. Еще раз покажу. Книжки. 173 рубля за 2 штучки. И хочу прорекламировать наши городские библиотеки. Вот такая вот у меня реклама сегодня социальная. Почему? Значит, у наших библиотек в Санкт-Петербурге, но, наверное, в других городах тоже есть общий сайт. Набираете в ПСК-вике КСОП большими буквами, ну или маленькими. И заходите на сайт библиотек. Если вы зарегистрированы хоть в одной библиотеке, вы можете посещать любую в городе и брать литературу, которая вам нравится. Туда приводит огромное сейчас количество новинок. Я взяла недавно, значит, Чейза, детективы, новое издание 2022 года. Ее еще никто не трогал, эту книжку. Она в новых поставках была. И в общем, вы можете любую книгу забить в поисковике, и вам выдаст библиотеки, где она сейчас есть. Можно туда съездить со своим единым читательским билетом и спокойно взять книгу. Есть издания, которые по тысяче и по полторы стоят. Все это можно бесплатно почитать. Ну, а если не хотите посещать библиотеки, вот можно в Светофоре. Две книжки за 173 рубля приобрести. Есть, вот, например, можно сварить компотик из клубнички, который продается сейчас в Светофоре. Мне всегда отличные отзывы, постоянно ее показывают. Цена, внимание, клубники 156 рублей. Это цена за килограмм. Вот эта огромная бадьяна 316 рублей. Ну, компотов 5, из нее точно можно сварить по 3 литра. Также сейчас в наличии вот это, значит, брокколи замороженное 171,60. И цветная капуста по 140 рублей 42 копейки. Себак Магур, это котлетки такие, 248 рублей цена за килограмм. Кстати, здесь есть окунь морской по 385 рублей. Я была во вкустере, по-моему, последний раз я видела. Цена на окунь сейчас 450 рублей. Я еще удивилась, потому что рядом лежала говядина примерно по такой же цене. Здесь выгоднее брать. 385 рублей. Кальмара давно не было. Сейчас есть 250 рублей цена за килограмм. Сайда по цене 241 рубль. Ну, вот окуня много. Окунь бывает не часто. Сейчас его много в наличии. Да, сайда потрошенная без головы. 243 рубля. Очень хорошие куски есть. У многих сейчас корзинки потребители увидела. Вот зелень как раз. Подвезли свежую ассорти зелени. 200 грамм 77,35. Лук зеленый по цене 71,40. А укроп по 49,98. Это цена за 100 грамм. Я сегодня однозначно возьму. Укропчика у меня пока еще не вырос. А лука вот у меня много. Но если у вас нету, например, пожалуйста, в светофоре можно набрать. Лук зеленый 200 грамм 71,40. Латва вяленая в наличии. 380 рублей 80 копеек. И свежая поставка, пожалуйста, грибы вешенки. 95 рублей за 300 грамм. Изделия из свинины крыжачок люкс 362,95. Вообще мясных продуктов много. Продукты свинины грудинка люкс 263 рубля. Свинина по домашнему от Анкома 381 рубль. Сосиски из индейки первый сорт. Ну, все это было уже. Бекон люкс, пожалуйста. Свинина княжеская, колбаса фермерская. Вот этот продукт студень мясной. Его берут на самом деле. Есть и вот этот продукт цыпленок пряный первый сорт. Мне сказали, что там одни сплошные кости. 256 рублей цена за килограмм. Сервелат от Останкина. В общем, все есть. Сыр голландский от Юговского молочного завода 241,31. И мраморный по цене 215,14. Фрумилья от Светлогория 76,73. Кстати, не дошла еще до мороженого. Припезлили сюда мороженое от Светлогория, потому что на Пулковском было мороженое за 40 рублей. 110 грамм. Это вообще ни о чем. Это причем мороженое без заменителя молочного жира. Крем с творогом воздушный Наполеон. 600 грамм без заменителя молочного жира белорусского производства. 222 рубля. Похожие привозили еще тортик Тирамису. Йогуртный Альпин Лэн сливочный без заменителя молочного жира 17,88. Остатки перца по 191 рубль. И еще томаты черри. Тоже остатки 178,50. Ну и тоже спецпредложение на ананасы. 1 плюс 1. Ну, понимаете, да? Вы сами тут думаете, что вы приобретаете. Еще есть селедка холодного копчения. Я ее брала. Она была слишком соленая для меня. И атлантическая слабые соли, кстати. Очень хорошие тушки. 165 рублей. Крупные. Она действительно крупные тушки. Надо пакетик дополнительный взять. И вот смотрите, какое мороженое есть от Светлогорье здесь. 34 рубля за 80 грамм. Это мороженое без заменителя молочного жира. Вот найдите мне такую цену за мороженое, где без заменителя молочного жира. Значит, на Пулковском шоссе был рожок, а здесь вот такое эскимо в Светлогорье. 34,94. И мороженое от Петрохолода 140 рублей за ванночку 450 грамм. И, кстати, редко где бывает именно вот мороженое сливочное. Есть еще вот такое семейное мороженое. 32 рубля оно вообще стоит от Айсбери. И тоже производитель уверяет, что это мороженое без заменителя молочного жира. Уважаемые подписчики, а сейчас хочу вас познакомить со своим недавним заказом из компании Фаберлик. Не раз говорила, что сайт Фаберлик сегодня это абсолютно полноценный маркетплейс. Такой же как Озон, Вайлдберрис, Яндекс Маркет. Отличие только в том, что вы покупаете продукцию компании Фаберлик, изготовленную именно ей. Либо на заводах, партнерах компании Фаберлик. И сегодня я хочу показать вам свою любимую бытовую химию из компании Фаберлик, которую я проверила лично и много лет ей пользуюсь. Ни один мой заказ не обходится без универсального пятнового водителя в виде спрея. Мамочки меня поймут. Мы перестирываем огромное количество рубашек, колготок, носочков. И чтобы не замачивать их перед стиркой, просто на место загрязнения можно нанести вот этот спрей. У меня, например, недавно испачкалась куртка. И с помощью этого спрея я вывела даже пятна от ручки. Очень удобно. Наносите спрей, немножко ждете, а потом закладываете вещь в стиральную машинку. Белье абсолютно белое. И даже манжеты на рубашках детских из школы отстирываются. Даже если на них было достаточно сильное загрязнение. В общем, это средство однозначно рекомендую. Совсем недавно в ассортименте компании Фаберлик появился листовой стиральный порошок. Я им пользуюсь теперь практически постоянно. Особенно, если куда-то выезжаю. Мы любим путешествовать с семьей. Не нужно где-то искать стиральный порошок. Это проверенное средство. Он подходит как для стирки в стиральной машине, так и для ручной стирки. Постоянно в Фаберлике также покупаю гель для профилактики и устранения засоров в трубах. Естественно, в каждом заказе также у меня идет гель для мытья посуды. Эти гели меня абсолютно устраивают. Это гель-концентрат. Нет какого-то ярко выраженного запаха. Все прекрасно отмыто. Ну и конечно, также постоянно покупаю концентрированные гели для мытья туалетов. На сайте представлено два варианта. Я покупаю и тот, и другой. Морская свежесть или цитрусовый микс. Носик этого средства очень похож на известное средство туалетный утенок. В общем, тоже такая покупка, которую я вам рекомендую. Постоянно покупаю и таблетки для посудомоечной машины. Чем мне нравится Фаберлик? Он постоянно какие-то акции проводит. И можно очень выгодно этими таблетками закупиться. Здесь в одной упаковке 20 штучек. Я иногда разламываю одну таблетку на две. Ставлю полный цикл. И посуда хорошо отмывается. Даже с сильным загрязнением. Ну и последнее средство, которое я хочу показать. Это, конечно же, хит продаж Фаберлик. Это средство для очистки духовок и плит. Сейчас весна. Самое время заняться чисткой своих духовок. Привести их в порядок. И средство работает великолепно. И можно, кстати, пользоваться также для устранения засоров в трубах. Если у вас такие тяжелые загрязнения в трубе. Я слышала это от одного блогера. Что нужно пролить горячей водой трубу. Потом проливаете это средство. Минут 15 ждете. Все это смываете. И труба чистая. Она даже лучше работает, чем средство для засоров. Устранения профилактики засоров от Фаберлика. Вот такой отзыв был. Ну и, конечно, прекрасно чистить посуду на кухне этим средством. И сами духовки. Посмотрите, как классно блестит духовка после него. В общем, бытовую химию от компании Фаберлик. Однозначно рекомендую к покупке.